Здравствуйте, друзья! Начинаю прямо вот так вот, вот с места в карьер, потому что решил всё-таки зайти и посмотреть, способен ли я завалить этого скелета без, так сказать, дополнительных потерь. Оказалось, что в принципе без дополнительных потерь мы его, конечно, завалили, хотя ещё не факт, потому что ещё неизвестно, что там будет с изранеными, потому что кто тут у нас... Вот ты наверняка же раненый. Нет, не раненый. Кто тут ещё был? Фермер. Что с тобой? Целенький. А ты ещё один фермер. Как себя чувствуешь? Тоже вроде чувствует себя нормально, да? Посмотрим теперь. Просто здесь фигурировал у меня шахтёр, я точно помню. Где-то у меня тут был шахтёр. Слушай, ну я думаю, что у меня шахтёров не так много осталось, поэтому давайте я просто сейчас посмотрю. Ох, понесли мы, конечно, значительные потери. Значительные потери. Вот что с тобой? Здоровье. Ну, ааа, этому глаз подбили. Физлетта, да? Знаете, я сегодня снова не буду, к сожалению, именовать гномов, потому что, ну поймите меня, тут как бы такая очень насущная проблема безопасности встаёт. Я лучше постараюсь более или менее себя в этой серии обезопасить, и потом мы уже, собственно, займёмся остальными вещами. Так, чем же я тут занимался-то? Ничего себе, я вырубил яблони. Казалось бы, зачем я это сделал? Мог бы оставить всё-таки. А, во! Вот эти я оставлю, но чисто так, на всякий случай, на этапе становления нашей вот зерновой промышленности, я думаю, они нам ещё пригодятся. Так, осмотримся немного, и начнём с того, что обкопаемся, обкопаемся, да? Что делать? Надо обкапываться, убираем пол вот отсюда, и это вообще первостепенная задача, ну честно слово, ребят, так что бегите сюда. Нет, есть же ещё одна очень важная, чёрт побери, задача. Заключается она в следующем. Нужно засветиться. Обязательно нужно засветиться. Так, начинаем делать засвет. Мебель. Факел. Изготовят. А это у нас что вообще такое? Это, по-моему, общий зал, да? Это общий зал, типа. Общий зал. Ну ладно, тогда немножко... Да хотя посреди общего зала поставлю, всё равно мне его менять. В любом случае, он у меня будет в конечном счёте не здесь располагаться. Поэтому, собственно, посреди текущего общего зала мы поставим факел. Вот сюда. Не знаю, куда-нибудь сюда факел поставлю. При этом ещё подкопаем всё таким образом, чтобы засвечен был максимум территории. Так, следующий. Здесь подкопать. И поставить факел. Снова фюрничер. И да, потери, конечно, у нас значительные, но... Знаете, я думаю, что как-нибудь с горем пополам мы сможем их пережить. Где бы ещё так стратегически верно поставить факел? Я думаю, вот здесь. Следующий. Примерно... Ну, не знаю. Тут, скажем. И здесь тоже факел пригодится. А ниже? Ниже. Только я хотел сказать, что ниже мы не копали. Как оказалось, что уже успели покопать. И поэтому нужно и здесь поставить будет факел. Ну, скажем так. Ниже... Ниже только разлом. Да? Очень... Ну ладно, посреди спальни. Знаете, на всякий случай. Мне кажется, что здесь уместно будет поставить факел. На всякий случай. Среди спальни. Вот тут... По-хорошему бы тоже нужно было бы засветлиться. Поэтому я начну с того, что немножечко здесь вскопаю то, что можно вскопать. А конкретно вот эти вот перекрытия. В принципе, я бы мог снести все перекрытия. Но достаточно будет и исключительно такого варианта. Так. И ещё выше. Здесь тоже сносим перекрытия. Вот так. И тут склад. Ну, я вот прям совсем перестрахуюсь. И даже здесь... И даже здесь не смогу поставить факел. Чёрт побери. Ладно, тогда вот так обкопнёмся. И всё. Ну что ж, теперь только... Томительное, чёрт побери, ожидание. Всё ради какой-то эфемерной безопасности. Сейчас снова нападёт какой-нибудь проклятый скелет. Так, и давайте-ка. По-моему, у меня где-то был в закромах молот. Посмотрим. Нет ли у меня действительно молота. Есть меч. Нет. Очень жаль. Не выдали мне в этот раз молота. Не выдали. Так. Факелы, факелы, факелы. Факелами кто-нибудь занимается. Вот у меня должен быть... Фу, медведь пришёл. Ну, слава богу. Это создание сейчас будет заперто. Вот у него сейчас факелы. Да. Всё. Сейчас побегут производить уголь. Прямо тут. И после производства... Ах ты. А у них в более высоком приоритете вот эта сейчас мастерская, да? И много ли тут у нас руды? Мне кажется, что... Стоит остановить здесь производство. По крайней мере, слитков. Хотя нет, стоп. Оно здесь вроде как и так остановлено, да? То есть мы сейчас исключительно для наковальни. Занимаемся переплавкой. Поэтому не так страшно. Я сейчас хочу просто заняться полностью безопасностью. А потом уже я начну там перераспределять. Хотя нет, вот профессиями бы лучше прямо сейчас озадачиться. Потому что если у меня выпала какая-то профессия... Так. У меня есть один шахтёр. Два дровосека. Один боец. Фермеры. Ремесленники. Один кузнец. Ну, в принципе... В принципе, живём. В принципе, живём. Так. Бинты есть. Этот с поста уходит на отдых. Паренёк. Нет, я бы мог, конечно, им задать таким образом, чтобы они попытались взять кирку в руки вместо молота. Потому что я сейчас хочу снарядить солдатов молотами в первую очередь. Поскольку для меня сейчас главной опасностью будут враги не внешние, а внутренние. Даже не внутренние, а глубинные. Скорее так будет более правильно сформулировать. Но, так или иначе, у меня молота нет. А вот против всяких как раз подземных врагов молота эффективнее, чёрт побери. Ладно, посмотрим, что у меня с другими отраслями экономики. Что здесь вообще происходит? По какому принципу валим буйволов? Автоматически, пожалуйста, мне валить ненужных. Ну, точнее, лишних. Это кухонки. Кто, гоблины пришли? Гоблины. Судя по всему, пришли гоблины. Да-да-да, пришли гоблины. Но я их... Что самое смешное, я их не вижу, потому что... Ну, собственно, понятно почему. Потому что у меня здесь никого не было, я за ними никто не наблюдал. И тем временем здесь... Медведь успел соорудить два гоблини их трупа. Красавец вообще. Я полностью поддерживаю его политику. Тем временем мне хотя бы один проклятый факел построили уже или нет. Потому что, ребята... Ребята, это сейчас вот вообще первостепенная задача. Пожалуйста, факелы, факелы штампуем. Ну ладно, лесовики мои, точнее дровосеки, они, в общем, должны быть сейчас не заняты, поэтому... Ладно, уж... Я еловый лес решил выращивать, да? Потому что у меня, по-моему, здесь совсем нет берез, да? Я уж, честно говоря, не помню, потому что достаточно давно все это было, я уж ничего и не помню. Так, профессии. У меня должна быть у фермера выставлена профессия ранчеровская. Да, все, отлично. То есть у меня фермеры также на полставки занимаются выпасом скотины, поэтому... Факелы. Ну, по крайней мере, у меня пошел процесс изготовления факелов. Это меня уже радует. Хотя, что-то мне подсказывает, что у меня пока еще ни одного факела-то толком... А, нет, вот, смотрите, первый факел установили. Ой, ребята, ребята, на свою же безопасность работаете. Давайте быстрее. Так, главное сейчас... Что я здесь делаю? Что я здесь делаю? Вино из клубники. Отлично. Это нормальный вариант. Даже я бы сказал правильный. Надо здесь тоже делать вино из клубники. До победного конца. Все, пожалуйста. До победного конца венца из клубники делайте. У меня только началось лето, и мне бы за лето сделать побольше запасов. Поэтому я, конечно, сильно не прав был, что вырубил здесь все яблони. Ну, потому что, по-хорошему, на всякий случай, надо было бы их оставить. Потому что мало ли что. А так урожаем яблонь можно воспользоваться, и все, и нормально. С другой стороны, знаете, вот, то, что у меня гноми ряды маленько, ну, стали менее густы, это отчасти даже к лучшему, потому что стало меньше ртов, в конце концов. Меня не будут эти гномы объедать. Что такое? Не, ну, серьезно, неужели факел так сложно изготавливать, и он так долго изготавливается? А-а-а, тут немножко затесалось задание для мастерской. Ну, ладно, хорошо. Задание для мастерской действительно очень важно тоже для меня. Хотя и оно, наверное, не настолько сейчас важно, как изготовление факелов для того, чтобы сделать наше поселение безопасным. Блин, ребята, что же вы сами-то приоритеты не умеете восстанавливать? И, да, то, что я еще забыл рассказать. У нас же произошел апдейт к намори, который видоизменил несколько тайлы, связанные, в частности, с мастерскими. Вот вы можете видеть, ну, что здесь самое заметное? Это вот новый вид верстака, например. Ну, точнее, вид мастерской, да, с верстаком. Помимо этого, вот здесь появился такой, видите, ящичек с бревнышками. В общем, многие мастерские изменились. Вот, например, торговый стол, да, торговая лавка, там, не знаю, торговый пост, да. То он стал похож действительно на какие-то такие торговые ряды. Я очень положительно воспринял, в общем, это изменение. Так, тут идет установка факела очередного. Надеюсь, что она... Надеюсь, что ее не будут сопровождать веселые скелетики. Так, а здесь у нас, по-моему, есть какое-то темное место, да? Так, вспомнить бы клавишу. Какая-то, какая-то клавиша... Ой, не ту клавишу, а вспомнил. Ладно, я зайду, вы уж извините, в Options'ы посмотрю, потому что есть клавиша, которая показывает темноту. И почему-то у меня этой клавиши нет. Отлично. Это будет клавиша О. Все. Я решил, что это будет клавиша О. Другое дело, что я об этом забуду уже к записи следующей серии, но это уже совсем другая история. Да, вот как я и полагал, здесь у нас есть очень неприятный затемненный тайлик. И я сейчас его растемню. Нужно было факел более правильно выставлять где-нибудь вот здесь, чтобы свет от него распространился в нужных пределах. Так, а здесь вообще еще темнота полностью, да что бы вас... Здесь все нормально. Здесь вообще чертеченый, я надеюсь, что здесь никто не появится. В общем, больше-то мне надеяться особо не на что. Ой, как это все сложно. На самом деле это для меня был такой удар, когда вдруг пришли эти проклятые скелеты. Я, конечно, понимаю, что это на самом деле полностью рабочий момент, но тем не менее... Мне всегда так неприятно, когда убивают моих юнитов, даже в самых маленьких каких-нибудь стратежках. И то неприятно. Че такое? Я не понял. Ресурсы что ли закончились? А, уголь делают. Ладно, давайте займемся немножко сельским хозяйством. Что у меня тут с яками? Все ли правильно настроено? Настроено неправильно. У нас здесь должен быть один самец, потому что пастбище маленькое. Один самец и три самки. Маловато, да? По-хорошему надо расширить сейчас это пастбище. Хотя я этим и займусь. Пастбище. Поскольку на начальных этапах нам еще это пастбище пригодится, поэтому сколько оно сейчас... На шестерых мне надо сделать. Шесть на шесть. Все. Ну, хотя бы... Не, вообще-то на семерых же надо. Делаем на семерых, потому что один самец и шесть самок должно быть. Семь. Ну, в любом случае их семь не будет, поэтому можно на семерых. Да, все верно. Что-то я тут просто испугался, что что-то неправильно сделано. Нет, все нормально. Так. Может быть мне отказаться на время от услуг бойца и сделать его кем-нибудь другим? Вот кого у меня наблюдается нехватка? Вообще, по-хорошему, на самом деле, у меня наблюдается нехватка инженера, но я кузнечный-то промысел не могу толком наладить, поэтому... В первую очередь, я займусь сейчас своей безопасностью. Во! Так, еще плюс один факел. Давайте, несите сюда его. Можно было бы наверняка обойти здесь меньшим числом факелов, но мне не хотелось, знаете, прям сидеть, что-то там считать, вот этот там радиус восьми клеток. Это, конечно, более правильно, но... Кому же охота смотреть, как я сижу тут в течение нескольких минут, чуть ли не с линейкой, наложенный на монитор, вычисляю, каким идеальным образом тут выставить эти факела. Так, тут все. Темнота. Смотрим. Ну, два факела точно должно хватить. Это даже с избытком. И после этого мне останется засветлить вот эту местность. Как это сделаю я? Следующим образом, довольно-таки простым. Вот этот вот дизайн, который я для себя решил выбрать, он оказалось, точнее, что он чудесным образом позволяет, помимо всего прочего, еще и достаточно легко и просто засветлить всю необходимую нам, ну, точнее, всю нашу вот производственную, складскую, в общем, всю площадь на данном уровне. Хотя, по-хорошему, нужно и вот эти вот перегородочки снести, но они мне дороги как память, поэтому пусть пока остаются. Так, у нас ясно, чего нехватка. У нас есть очевидная нехватка рабочих рук. Поэтому, возможно, из война сейчас проще сделать носильщика. Давайте я зайду в профессию бойца, поскольку мой боец сейчас совершенно бесполезен, потому что ему просто не с кем тренироваться. Мы дадим профессии бойца также чудесную и почетную возможность возводить постройки и перетаскивать предметы. И он у нас станет гораздо более полезным членом гномного сообщества. Так. Тем временем у меня есть возможность изготавливать оружие и броню. Возможность прекрасная, но очень жаль, что я толком ею не смогу воспользоваться. Давайте. Я понимаю, что у меня нет инженера, но в любом случае мне бы очень сильно пригодилась мастерская инженера. Чего там для нее нужно там? Станок понятно. Стул понятно. Вот. Гаечный ключ. Нужен машин-шоп. Смотрим дальше. Дальше, что нужно для машин-шопа. Катин-вилл. Это у нас у кузнеца. Отлично. Стул, как обычно, выбираем из песчаника. И... Ну, станок, в общем-то, все равно какой-то, в любом случае, деревянный. А вот... А, катин-вилл. Так. А по поводу катин-вилл я лучше его изготовлю, потому что я не помню, что у меня там по... Слиткам. И если, кстати, они... А у меня-то, черт побери, нет слитков. А, я сейчас так и сделаю. Все. Пусть они тогда автоматически выплавляют слитки мне. Мне изготовят медное... Вот это вот распилочное... Там... Колесо. Пилу циркулярную, короче. По сути говоря, циркулярная пила, вероятно. Так. Я только что вспомнил. Фу. Хорошо. У меня есть хлопковые грядки. Потому что мне только что пришло в голову, что я почему-то не использую хлопковые грядки. Точнее, что их у меня нет. На самом деле, оказалось, что они у меня есть. И слава богу. У меня настолько заняты фермеры, что у них даже нет времени забить яка. Я начинаю опасаться, как бы это не привело к тому, что у меня будет переизбыток яков, собственно. Так. Вот здесь будет засветлено. Верхний уровень начинают засветлять. Здесь засветлено. Ну и поверхность. В общем, она тоже засветлена. Очень хочется верить, что на ней скелеты спавниться не умеют. Так. Все. Тогда изготавливаем мастерские. И на пути... А знаете, что было бы еще круче? Такое вот логическое продолжение идеи с автоматическим производством. Вот заказал я инженерную мастерскую? А, нет. Я хотел сказать, что заказал инженерную мастерскую, а они взяли и построили все мастерские, которые нужны для нее. Но я уже сам понял, что это тупиковая ветвь. Поскольку... Где же они их размещать-то будут? Правильно? Неизвестно. Мне бы не хотелось, чтобы они размещали все это дело там, где им хочется, а не там, где я хочу. Вот. Мастерскую механика. Сейчас у меня должны достаточно быстро сделать. Что там для нее нужно? Сейчас сделают станок. Ну, хотя как быстро? Это я, конечно, подмахнул быстро. Сейчас там пока сделают доски. Из них потом там выпилят станок. После этого возьмутся за изготовление каменного стула. И вот в этом заключается некоторый нюанс этой системы автоматического производства. Если вы обратили внимание, то она работает следующим образом. То есть вот мне, допустим, нужно три предмета для изготовления этой мастерской. И всех трех предметов у меня нет на складах. Соответственно, они будут изготовлены автоматически. Но нюанс заключается в том, что они будут изготовлены автоматически по очереди. Даже если их изготовление должно происходить в разных мастерских. То есть у меня сначала, как видите, активность появляется в мастерских, которые связаны с изготовлением станка. Ну, воркбенча. В общем, как он называется? Верстака. Во, верстака. Ну, рабочий стол. Ладно. Потом, вот, видите, возникла активность в каменоломнях. И у каменщика. Они изготовят стул. Ну и потом, соответственно, вот эта вот катин уилл, да, там, циркулярка, она изготавливаться не будет. Потому что она у меня уже готова. Но если бы ее не было, то только потом появилась бы активность вот в этом секторе. Не знаю, сделано ли это было специально. Либо же это недоработка или, там, не знаю, случайность. Но это все-таки несколько замедляет процесс изготовления всего по сравнению с тем вариантом, который, вот, например, я раньше использовал. Когда, если вы помните более старые серии, еще до введения этой системы. Когда у меня были во всех мастерских задания на изготовление определенных предметиков. То есть у меня склады были забиты всегда, ну, не забиты, на складах всегда содержалось небольшое количество некоторых предметов, которые являлись производными, ну, ингредиентами, да, скажем так, для каких-то иных предметов. И вот, наконец-то мы можем построить лабораторию инженера. Так, стул из песчаника, пожалуйста. И... А, я же еще не сделал. Конечно. Сначала нужно изготовить из меди... Ренч. Все, отлично. И я думаю, что... Ну, вообще, наверное, мне бы лучше дождаться, чтобы не плодить вот эти... Хотя нет, на самом деле можно и поплодить, даже если будет новое задание на изготовление дополнительного в Ренче. По-моему, в Ренче это гаечный ключ. Если мне не изменяет память. Так что, на самом деле, ничего страшного, если появится новое задание. Потому что лабораторию инженера я планирую построить в перспективе не одну. Потому что они могут работать вместе, несколько лабораторий, и, соответственно, у нас научно-технический прогресс будет таким образом ускорен. А что такое? А, сейчас работают над мастерской как раз. Так. А почему тут ничего у нас не делается? А, потому что у нас нет ни одного инженера, который мог бы здесь сработать необходимый ингредиент. Так. Давайте на время добавим к профессии крафтера. Также... Слушайте, ну у меня крафтеры, конечно, сильно нагружены, получается. Я потом их разгружу обязательно, поверьте мне. Но сейчас у меня нет... Сейчас у меня нет вообще никого. Поэтому мне просто придется это сделать. Что у меня там? Ой, ой, страх-то какой, а? Надо отключить это. С зерном фермеры. Чем заняты фермеры? Мне кажется, мне нужно уменьшить мою хлопковую грядку. Потому что она у фермеров как-то многовато времени отбирает. Нет, не cancel job, а убрать грядку. Так, все, убрали грядку. И зададим новую грядку. Вот такую. Сегментированную грядку. Ну где-нибудь вот такой, я думаю, хватит. Ничего страшного. Потом мы ее немножечко еще видоизменим. И будет нормальная такая. Сейчас вот урезанная получается. Как в две линии. Грядочка размером в две линии. Нормально. Тогда фермеры будут тратить на нее меньше времени. И у них будет больше времени для того, чтобы, черт побери, собирать зерно, которое я планирую все еще сделать основным продуктом производства своего сельского хозяйства. Точнее, их гномьего сельского хозяйства. Так, а я здесь... Да, здесь я поставил факел. Здесь я поставил. Давайте проверим. Пробежимся по уровням. И посмотрим. Я вот включил сейчас отображение темных участков. И пока что я темных участков не замечаю. Это уже не часть моей территории обжитой. Поэтому ничего страшного. Черт с ним. Медведь. Медведь, иди нафиг. Ты нам не страшен. И ты нам не нужен. Потому что есть у нас более важные задачи сейчас. Это... Ну вот, прямо сейчас у меня есть задача разобраться с этим деревом. Вот. Два ящика. Сюда еще два ящика. И... Сюда бы мне хорошо было сделать сумочки. У меня 126 волокн... Волокна. Поэтому можно заняться изготовлением сумок. Прежде всего, вот сюда. Потому что здесь этот хлопок хранится. В первую очередь. А во вторую очередь здесь у нас зерновые склады. Все. Вообще-то и бочки надо сделать. Потому что у меня там что-то, смотрю, земляничное вино складывать некуда. Поэтому давайте хотя бы пару бочек. Потому что, исходя из моего генерального плана, мне не потребуется большого числа бочек. Но на текущий момент они нужны. Поэтому, черт побери, почему бы их не изготовить, пока у меня есть лес. А что у меня по лесу? 275 единиц леса. Ну, довольно-таки неплохо. Я думаю, что этого должно быть мне на первое время достаточно. Что по рудам? По рудам. 31 медные руды и нет слитков. Вот это уже маловато, конечно. Пора возобновить добычу. Давайте. Бравые шахтеры в единственном числе с подбитым глазом. Добываем медь. Медный колчедан. Потому что королевству нужен уже просто хотя бы какой-то металл. Я не знаю, столько опасностей вокруг. В первую очередь изготовлю молот. Вот, честно слово. Возьму, сделаю молот. Буду карать всех там скелетов и прочую нечисть. Вот. Мне посоветовали действительно хороший вариант, как можно обезопасить себя от големов. Возможно, я им воспользуюсь. Но, в любом случае, помимо всего прочего, я также планирую уделять, теперь уже, после отрицательного опыта, больше внимания. Освещенности территории. В общем, чего уж греха-то. И с факелами я сфейлил. Здесь прокопаем, чтобы свет распространялся. И тут у нас уже сколько тайлов. Нужно будет постепенно задумываться о том, чтобы новый факел поставить, если... Так, у меня включено и включено. Не знаю, не важно. Чё, шахтёр подустал, что ли? Один шахтёр. Нет, один шахтёр это, конечно, не дело. Конечно, один шахтёр это не дело. Я вспомнил, что у меня нет ящиков вокруг мастерской, которая занимается переплавкой руды в слитке. Поэтому давайте-ка поставим и там ещё пару дополнительных ящичков. Да чтоб тебе... Будь ты проклят, интерфейс! Storage, crate... Всё, вот он. Отлично. Два ящика, я думаю, будет вполне достаточно. Сумки зерном начали заниматься, перетаскивать. Фу, здесь для яблок у нас место, по-моему, пустое появилось, но нет свободных рук для того, чтобы это место чем-то заполнить. Всё идёт своим чередом, вполне естественно. Так, пока что у нас ещё нет незасветлённых мест, поэтому можно копнуть ещё по одному тайлику в сторону. Но мне кажется, что вот эти вот, они уже будут в такой зоне, где... Да, здесь уже начинается тень, поэтому прекращаем раскопки. О, а давайте-ка копнём ещё и... Что это, Малахит? Малахит, нет? Малахит. Ну, Малахит тоже копнём, он пойдёт на какие-нибудь статуи, в конце концов, действительно. Почему бы не изготовить из Малахита статуи, которые, собственно, привлекут... Если мне повезёт, то, может быть, они уже к осенью смогут привлечь дополнительных гномов в моё поселение. Почему бы нет? Но, чтобы изготавливать статуи, мне нужен металлист. Медведь, не мешай, пожалуйста. Вот честное слово, не мешай. У меня есть кузнец, но нет металлиста. Значит, нужно изготовить металлист. Всё очень просто. Металл. Металл, я сказал. Металворкер. Так, пожалуйста, медную наковальню. Потом... Любые меха... А, не-не-не, всё, всё точно. И любые меха. И металлиста я построю вот тут. Поближе к слиткам. Хотя, вот для слитков я ещё сделаю здесь небольшой складик. Должна, наверное... Не знаю, сделать. Или всё-таки... Или всё-таки, как я изначально предполагал, здесь сделать склад для слитков. Да, я сделаю здесь склад для слитков. Где тут у нас? 8 на 8, чтобы не ошибиться. Приоритет... Достаточно такого приоритета. Тут у нас будут храниться исключительно слитки. Хотя, можно что-нибудь ещё будет добавить. Но нет, мне пока даже слитки-то... В общем, пока нет даже слитков, которые бы я тут хранил. Поэтому торопиться мне, в общем-то, по большому счёту и некуда вовсе. Фух. Ну что ж. Экономика постепенно встаёт с колен. Странно, что никто не занимается здесь изучением. Подождите. Неужели я... Чёрт побери! Я перепутал! Да что ж такое вот вечно? Это же Тинкер Бенч должен быть. Любой стул... Медный... Ну ладно, та фигня тоже пригодится. Но я, конечно, зафейлил. Ох, зафейлил-то, а. Ну ладно, теперь... Исправим свою ошибку. Построим новую мастерскую, в которой свободные... Ну, на текущий момент это, конечно же, будут мои свободные ремесленники. Ну, они у меня называются ремесленниками. Крафтер. Можно перевести как ремесленник. Вот мои свободные ремесленники. Они, так сказать, вместо того, чтобы пинать камушки вот в этом вот моём великом зале, который в Великой Могуч, как вы видите, будут вот потихоньку чего-нибудь такого тут исследовать, там. Не знаю, шестерёночки изучать, там ещё что-нибудь такое, наверное. Ну, в общем, что-то там в своё удовольствие мастерить. Таким образом продвигать нашу науку гномью вперёд. Так, а у меня, оказывается, уже даже, смотрите-ка, лес... лес мой подрастает. Собственные посадки. Так, 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 так. Количество еды постепенно снижается, но... Мы пока что ничего не изготавливаем из зерна, которого, правда, не очень-то и много, но я думаю, что первую зиму мы переживём. А там уже у нас всё как разгонится. О, вот то, чего я давно ждал. У нас постепенно начинают расширяться пассивные площади для зерна. Вот сейчас ещё 10 зёрнышек они ещё посадят. И у нас уже, так сказать, более развитое сельское хозяйство. Чё там этот як-то лазит уже? Сколько можно? Реально. Ну, серьёзно, этот як, он уже, как бы, давно на убой. Да. Ну, ладно. Тем временем, у меня трудятся... А, у меня одновременно в задании две мастерские. Для одной должны изготовить... Для одной должны изготовить наковальню, а для второй просто медный слиток должны изготовить здесь. Ах, томительные моменты ожидания. Что там у нас с добычей малахита? Посмотрим, у меня включено. Так. О! Как бы проверить. А, вниз спуститься. Всё, у меня включен режим видеть незасветлённые участки. И продолжаем добычу малахита. Сюда. Малахит мне пригодится. Я действительно из него буду делать статую. Потому что делать из него какие-то... Ну, предметы экипировки особенного смысла не имеет. А вот на статую его пустить вполне себе можно. Так. Тут уже начинается темнота, которой я опасаюсь. Поэтому пока выработку малахита... Хотя вот давайте вот так скопнём. Потом тут с краю поставим факел. И продолжим. Мебель. Факел. Всё. Прямо здесь, на самом краю. Отлично. И будет у нас всё дальше тоже засветлено. Нет, я знаю, что можно было бы здесь выкопать, чтобы у меня не было такого сильного перекрещивания радиусов факелов. Но безопасность превыше всего. Поэтому уж лучше я буду с определённым запасом эти факела выставлять. Но зато у меня 100% вся площадь будет покрыта светом. Меня это сейчас больше беспокоит, чем прям такое суперрациональное использование всех подручных. Всех подручных. И всё. И достаточно. На этом фраза заканчивается. Так, яки. А где тут бродячий яки? Вы наконец уже убили, нет? Что-то как-то непонятно. О, похоже, что подвалили. Угу. Я понял свою ошибку. На кухне у меня по какому-то непонятному стечению обстоятельств не изготавливают сосиски. Представляете? Нужно поставить сэндвичи. Наверное, это будет вот так работать. Ставим сэндвичи на бесконечность. И они, по идее, будут для сэндвичей пытаться делать сосиски. Да. Всё. Будет работать чудесно. То есть, видите, я ставлю просто бесконечное изготовление сэндвичей. И поэтому любое мясо, которое будет у меня находиться на складах, будет автоматически переделываться в сэндвичи. Ну, естественно, при наличии также зерна для изготовления хлебов. Ну, или при наличии уже готового хлеба. Естественно, тоже. Так, что у нас тут тем временем? Мне кажется, можно чуть-чуть расширить посевные площади. Ну, так, на будущее. Понятно, что их сразу засевать не будут, но, по крайней мере, обработают эти площади, чтобы потом просто накидать туда семян. В конце концов, видите, у меня ещё на осень и зиму я могу собрать перед зимой пару урожаев яблок. Чисто собрать даже, никуда их не обязательно. Здесь же, как известно, еда не гниёт. Ну, или, по крайней мере, пока не гниёт. Я уж не знаю, может быть, это будет добавлено. В принципе-то идея логичная, хотя в рамках гномории вопрос довольно, мне кажется, сложный, потому что сильно повлияет на игровой процесс, если вдруг это появится. Так, работаем, да? Постепенно, на науку. Ну, пусть работает. Угу, а что у нас здесь-то идёт, а? Изготовление стула и, наверное, после него сразу изготовят мастерскую, да? Давайте-ка пронаблюдаем. Мне кажется, сразу после этого побегут делать мастерскую. Нет? Ещё станок не сделан? А, меха! Там станок не нужен. Всё, меха готовы. Появляется у меня мастерская металлиста. Сейчас там какой-нибудь церетель наваяет мне малахитовых статуй. Но у меня нет ни одного малахитового слитка, поэтому хотя бы один мне нужно изготовить обязательно. Прямо сейчас вот малахитовый слиток. У меня их 20 единиц малахитовой руды. Это 10 всего лишь слитков. А хотелось бы побольше, потому что 10 слитков, по-моему, всего 2 статуи. Поэтому сейчас мы ещё накопаем малахитовой руды. Потому что я бы хотел, не знаю, для симметрии хотя бы статуи 4, что ли, в угол. В каждый угол по статуе поставить, и нормально будет, я считаю. Так, но мне кажется, на этом уже можно данную серию завершать. Я, как обычно, ожидаю ваших советов. Что вы мне посоветуете, чем сейчас заняться. Я говорю сразу, я хотел сделать там вот в несколько комнат приёмку, да, там в 3-4 комнаты. Потому что, ну, в общем, хотел я сделать приёмку в несколько комнат. Но, как я уже сказал, безопасность на текущий момент, в текущую секунду для меня, прежде всего, безопасность, потом экономика. Вот так. С безопасностью вроде бы более-менее разобрались. Далее экономика. Вот во время становления экономики, скорее всего, я приёмку сделаю. Так что, друзья мои, спасибо вам за внимание. Ожидаю ваших советов. И до свидания.